Всем привет! Начинаем очередное маленькое путешествие по моему городу, городу Санкт-Петербургу. И ходим около Кленовой улицы, точнее на Кленовой улице. Это как раз та улица, которая идет от Инженерного замка или Михайловского замка. Практически она подходит к главному входу этого замка. Фигура первая, фигура конной статуи в России, памятник Петру Первому. В начале 1719 года Петру Первому была показана модель конного монумента, отлитая из свинца. Петр Первый одобрил ее и приказал отправить в Парижскую академию словесности, чтобы запросить, какие латинские надписи, по мнению академика, должны быть помещены на пьедестал. Но после этого работа была приостановлена, заморожена. Так вот, это было в 1717 году, еще было при жизни Петра Первого. А памятник-то отлили в 1747 году, уже когда ни Петра Первого не было, и горострелят уже не было. Надо сказать, что в 1717 году работа над изготовлением памятника приостановилась. И только в 1743 году императрица Елизавета Петровна дала распоряжение об отливке в бронзе этого памятника, памятника Петру Первому. В 1744 году была изготовлена глиняная копия, потом восковая модель иконного монумента. Было изготовлено специально литийно-амбарную, такое место, где выливались вот эти скульптуры. Так как расстрелия уже не было, продолжил работу его сын Франческо Бартоломео. И вот под его руководством в 1745-1747 годах были построены две литийные печи. Туда было доставлено 1300 пудов зеленой и 130 пудов красной меди. И 3 ноября 1747 года отливка из меди была закончена. Вот такие вот, понимаешь, вопросы. Были привезены 13 блоков черного аланитского мрамора. Надо сказать, что вот этот вот постамент, на котором стоит памятник Петру Первому, он должен был стоять перед Зимним дворцом. Но законченную статую перевезли к Троицкому мосту, где под деревянным навесом она проставила 45 лет. Потому что Екатерине второй памятник просто не понравился. Только в 1766 году Екатерина II заказала новый монумент французскому скульптуру Фальконе. В 1782 году этот памятник был подарен Екатерине князю Потемкину, который планировал отправить памятник на Украину. Вот видишь какие дела. Но передумал и поместил его в амбаре Таврического дворца. И там памятник простоял до 1791 года. Вот история, конечно, у памятника то есть сделали. Потом заморозили проект. После этого все-таки опять сделали. После этого не понравился монумент, на котором должна стоять была фигура лошади с Петром вместе. Переделали второй монумент раз. После этого что-то там не понравилось, хотели перевезти на Украину. С Украины решили все-таки не перевозить. В августе 1798 года император Павел I вспомнил о скульптуре. И дал команду установить ее в Кронштадте у входа в Петровский док. Есть там такой здоровый Петровский док, огромный. Ну вот 3 марта следующего года, то есть в 1799 году. Это все было дело отменено. И Петра I не повезли в Кронштадт. Было назначено место в эту площадь, перед строящимся Михайловским замком. Вот судьба у памятника, да? Установкой памятника занимался итальянский архитектор Винченто Бренна. Ну вот надо было еще и отлить барельефы, как вы понимаете. И вот 28 апреля 1800 года летящий Киекимов взялся отлить барельефы в металле. И он реставрировал несколько фигур Петра I и лошади под ним. То есть там была усилена арматура, заделаны дыры. Потому что долго памятник стоял под навесом. Просто только для этого всего понадобилось более 12 пудов свинца. Для того, чтобы накачать в ноги этой лошади, чтобы она была прочно стояла. Знаменитая надпись по Радиду Брауну 1800 года. И еще одна маленькая особенность. Если говорят, так говорят, я сам-то, честно говоря, не видел, что я не смог так высоко подпрыгнуть. Говорят, что если смотреть каким-то образом сверху на ноги лошади, то левая нога лошади очень похожа на женскую ножку. И причем в туфельке. Ну вот это просто не разглядеть. Ну и говорят, что разные слухи ходят. Говорят, что это сделано из мести. Потому что скульптору не заплатили. И он вот взял и сделал вместо ноги известной лошади. Лизетной. Которая, кстати, после того, как Мерлопа была помещена в кунсткамеру, сделала маленькую женскую ножку. А это одна из версий. А вторая версия. Говорят, что эта ножка возлюблена из кульптора. Вот он в вековечен. И вот тоже такие легенды питерские. Еще говорят, что если в эту кульптуру Петра Первого Белой ночью посмотреть очень внимательно, очень-очень внимательно Белой ночью, то можно увидеть, что она шевелится. Ко всему прочему, совсем забыла рассказать про барельеф. Большие барельефы, на которых изображена битва при Гангуте и при Полтаве. Ну, естественно, там вот есть ноги бойцов, которые отполированы. Их полируют и туристы, которые ходят около памятника. Говорят, что если поддержаться за эту ногу, то будет тебе счастье. Такие вот маленькие легенды. Ну, все. Вот, собственно говоря, и все пока. Всем привет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok